Здравствуйте, дорогие мои зрители! Для новых подписчиков я представлюсь. Меня зовут Татьяна. Для тех, кто меня давным-давно смотрит, я рада буду вновь вас видеть на моем канале и, конечно же, получить от вас комментарий. В общем, сегодня я хочу вам рассказать про один парфюм, который я выбрала для себя в день свадьбы моей дочери. В общем, вот такой вот флакончик, очень красивый флакон, красивый аромат. Этот парфюм женственный. Мне он цветочно-медовый. Я люблю вот медовые ароматы. Он сладкий, но не приторный. И я бы хотела сказать, что именно вот этот аромат, который я часто надеваю и выхожу гулять, когда дочка приходит ко мне в гости, она тоже его одевает, часто орошает себя, когда у меня в гостях. Когда она со мной жила, она его очень частенько носила. Когда ходила в школу, ей делали комплименты. Это замечательный парфюм. Вы этот аромат можете купить спокойно вслепую. Но если вы любите чисто женское направление, то есть женский парфюм. Мужчины, которые любят носить женские ароматы, я думаю, что они могут обойтись без него, потому что на мужчине он будет звучать пошло и не кстати. То есть я не думаю, что такого мужчину кто-то поймет, потому что он действительно женский. Именно женский аромат для женщин. На этом я заканчиваю рассказ про этот парфюмчик. И хочу вас познакомить с новинкой. Сейчас часто рекламируют на итальянском телевидении вот этот парфюмчик от бренда Ив Саворан. В общем-то, я его пока нигде еще не слушала, но имею честь с ним познакомиться сейчас вместе с вами. Вот такой у меня пробничек, который мне оставили в магазине, то есть дали в магазине. Сейчас я его хочу нанести на мое запястье. Это будут мои первые впечатления. Ну, что сказать. В принципе, неплох. И, по-моему, у него будет долгая жизнь у этого аромата. Какой-то он сладенький, конфетный, дружелюбный. Что-то уже напоминает, но какой-то хорошенький аромат. Не могу вспомнить, что. Но уже такое я слышала очень часто. Но все же я думаю, что сегодняшние современные парфюмы, конечно, они все химические. Химия, но и такое ощущение, что они друг на друга похожи. Посмотрим, что там дальше будет. Как он раскроется. Ну, а я думаю, что у него будет много поклонников у этого аромата. Я не сомневаюсь в этом. современная молодежь любит такое. И хотела бы еще сказать несколько слов про парфюм. Le Parfum Lancome. Я его уже слушала в магазине. Он мне не понравился сразу. Это сразу скажу. То есть, такое какое-то странное звучание. Не понравился. Сейчас я вам покажу вот этот маленький сэмпл. Нанесу на мое запястье. На другое запястье. Ну, вот. Что-то такое мыльное. Водное. Есть какая-то свежесть. В общем, два парфюма очень отличаются. Они разные. Да, да. Я прям нос закладываю. Это тоже я уже где-то слышала. Я уже где-то... Это химия, конечно. Боже, как вам бит химия. Боже, все такое химическое. Прям вот, знаете, печально, печально, печально. Вот, когда вот такая химия. Да, он раскроется, но все же когда-то парфюмы в начале... В самом начале так не химозли, как сейчас. Но химия страшная. Прямо это... Скулы сводит. От одного и от другого. Почему я так реагирую? Потому что я, когда слушаю вот этот аромат, и когда я его наносила впервые, он меня просто поразил, вдохновил, и сразу сделал такую, знаете, красную дорожку, чтобы я по этой дорожке ходила в этом аромате. А вот это вот, все это химия. Это такой... Это такой жесткий, колючий репях, что, знаете, сидеть и вот так терпеть, ну, когда же это все уйдет, боже ты мой. Ну, зачем тогда нужен такой аромат? Зачем нужна такая химия? Зачем уже делать такие парфюмы? И при том, в том, что они стоят очень дорого. Очень дорого стоят. Ну, очень дешево звучит. Прямо мозги не начинают выкручивать. Вот сейчас здесь плохо станет. Я буду заканчивать мое видео. Надеюсь, что это видео вам понравилось, и вы его посмотрели до конца. И если же вам это видео понравилось, ставьте лайк. Если же нет, ставьте дизлайк. А если вы еще не подписались на мой канал, обязательно подпишитесь. И если вы хотите, чтобы вам приходило уведомление, когда выпускается очередное видео на моем канале, нажмите на колокольчик. Если же вам интересна моя повседневная жизнь, то подписывайтесь на мой инстаграм. До скорой встречи. С вами была Татьяна. Я вас всех целую и желаю вам самого-самого наилучшего. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok